Первое послание к Коринфянам Я думаю, что здесь ситуация связана с конкретной общиной и с конкретными всё-таки людьми. Помните, с одной стороны, он же говорит о том, как нужно вести себя всем тем, кто ещё не вступил даже в брак. Даже кто хочет и может соблюдать свою Деву, и нет необходимости, ну что ж, очень хорошо! Видите, раньше отдавали ведь, не то, что теперь сами выходят замуж. Говорят, ладно, он считает даже это лучше. Лучше оставаться в брачном состоянии, нежели вступать в брак. Он даже говорит так, что «но жалко мне вас, будете иметь скорбь по плоти» – это те, которые вступают в брак. Говорят, «мне жалко для вас, поэтому если хотите, лучше не вступайте, но если не можете, ну так, хорошо, жениться, выходите замуж, всё-всё это так». И в другом месте он прямо пишет, что если кто-то, муж, например, скончался, свободно, и ты можешь. Прямо пишет. Видите, в другом месте. Так что можно полагать, что просто к разным общинам, может быть, учитывая какую-то ситуацию или конкретных лиц, он вот так говорит. Поэтому второй брак в церкви он сам, во-первых, разрешил, сам, и во-вторых, конечно, в нашей церкви по правилам церковного второй брак, конечно, возможен, возможен. Даже дозволяется и дозволяется, ну, с некоторыми, правда, там, эпитемьями разрешается, даже и третий брак разрешается. Это не является каким-то преступлением или, тем более, каким, ну, тяжким, тяжким грехом. Это возможно. Церковь, исходя вот из этих слов апостола и тех, и других, позволяет второй брак и даже третий. Вот так. Спасибо. 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 Спасибо.